На создании игры нас вдохновили исторические события и личности над замыслом, разработкой и чем-то там еще работала команда, члены которой принадлежат разным субкультурам и религиям. NVIDIA, Ubisoft. Alright, неплохо, неплохо. Abstergo Entertainment. Skull & Bones из 2013? Сумасайте. Press & K. А, я ж вспомнил. Одну минуточку, почему все на английском языке? Loading to Ubisoft servers? А нахера? No. Меня в игру-то впустят? И вообще она на русском или че? Ребята, с вами снова Зак, меня все по-прежнему зовут. Все по-прежнему, по крайней мере так зовут. С вами Зак на связи, о да. И вы на моем канале. Сингл, плеер, мультиплеер, абстерго три процента, комплит. Почему игра стала на английском? И да, я вспомнил, точно, я и думаю, я немножко ступил. Я же уже заходил в этот Assassin's Creed. В 2023, типа в честь десятилетия. Я заходил в эту игру, поностальгировали мы вместе с вами. И вроде как она была на русском. Вот. Сейчас я такой типа думаю, блин, она че на английском? Ах да, это же по-любому Steam версия. Так стоп, неужели я в тот раз тоже играл на английском? Или же все-таки я качал русификатор? И тут до меня доходит. Так стоп, какой русификатор? Какая нахер Steam версия? Это пиратка! О да, игра про пиратов. Но это вроде как Assassin's Creed. И пиратская версия. У меня нету и Steam'а Assassin's Creed Black Flag. Ну давайте зайдем уже в этот синглплеер Abstergo. Какой-то сейф у меня тут есть. Че-то почему-то, да, действительно все на английском. Какого черта? Здравствуйте, мистер Дункан Уолпол из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Сей, сейнер Уолпол. Энтри, пожалуйста. Да-да-да, си-си-си, браво, гайс. Это с вами снова Зак. Я, в принципе, это уже сказал. Это с нами снова Black Flag, черт возьми. Но только в 24-м. Ребята, вот 10 дней назад вышла какая-то очередная параша от Ubisoft с названием Skull & Bonus. Я только что посмотрел обзорчик этой игры. Один-единственный обзорчик от Соника. Самого популярного блогера. Уже, скорее, даже новостного блогера. Но раньше в этой нише, а именно в нише Assassin's Creed, в этом небольшом комьюнити. Короче, он, блин, наверное, единственный, кто занимал эту нишу. И оттого стал самым популярным, реально. Нет, 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 он не единственный. Там были еще тоже микроканальчики, которые снимали видосы по Assassin's Creed. Но они это делали какое-то время, а потом переставали. И, в принципе, если сейчас попробовать отыскать эти каналы, они уже давным-давно заброшены. То есть, Соник это единственный канал, который делал действительно годный контент по играм Assassin's Creed. По серии игр Assassin's Creed. Он единственный, кто делал действительно годноту. И делал это годами. И в итоге, ну, не мудрено, что этот канал стал очень популярен. Соник, собственно, да, он очень популярен. Но сейчас он вообще делает уже видосы даже не по Assassin's Creed. А в целом, по, скажем так, новостям об играх, о всех играх. Ну, конечно, по большей части от компании Ubisoft. От всеми нами любимой компании, которая делает в последнее время очень качественные игры. Вот сейчас вот Skull & Bonus какой-то замутил. Что-что? Skull? Плюс бонус? Нет. Skull & Bonus. Если что. Игра про пиратов. Но на дворе как бы 24-й год, а она даже хуже, чем Black Flag. Я вот только что зачекал обзор, сам охренел, какая это параша. Я вот, знаете, на самом деле Black Flag как раз-таки не полюбил большей частью за вот это нововведение. То, что пол игры надо сражаться на каких-то кораблях. Я и представить себе не мог, что есть люди, которые наоборот полюбят Black Flag. Именно. Вот за это вот, за это новшество. За эту механику, одну единственную уникальную, которая впервые появилась в Black Flag. То, что вот можно сражаться на кораблях. Плавать, сражаться на кораблях, ну и так далее. Я полюбил Assassin's Creed за Assassin's Creed. То есть, за всю эту атмосферу чуваков в капюшоне, с клинками, которые что-то кого-то убивают, паркурят по зданиям, ну и так далее. Да, вот я полюбил вот это все за этом, собственно. Мой самый первый Assassin's Creed. Это была вторая часть. История за Эдсо. То есть, пожалуй, самая лучшая часть. Вот с нее это все и началось. В принципе, да. Brotherhood, это продолжение второй части. В принципе, прямое продолжение. Естественно, Brotherhood мне тоже нравится. Revelations, это заключительная часть истории за Эдсо. И, естественно, Revelations мне тоже очень нравится. Даже третья часть, в принципе, она поначалу мне не зашла. Но с годами я все-таки ее полюбил, принял, полюбил. И даже испытываю дичайшую ностальгию, когда захожу туда. К Black Flagу все-таки, ну как бы немножко ностальгии. Но, да, присутствует. Но, 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 тут очень много но. Короче, думаю, вы поняли, продолжать не стоит. К Black Flagу отношусь я весьма скептически. Назовем это так. Alright, следующее задание у нас какое-то вот такое. Начинаем. И вперед. Доброе утро. Не ошибусь, предположив, что вы думаете... Он самый. Я так и думал. Роджерс. Польщон. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Вы о чем? Жена. И че? Когда-то вы виделись на бале Маскараде у Перси. Точно, точно. Да, да. Назвала вас дьявольски красива. Ммм. Я опащен. Вероятно, просто хотела меня подразнить. По-любому. Тюре! Наш почетный гость прибыл. Дункан Уолл. Старова. Ты еще че за клоун? Че за хер с горы? Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. У тебя голос, как у Галилео. С телевидения, что ли? Тожецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дункан? Оу. Я всегда готов. Мы с далеко встретимся позже. Блин, этот чел, знаете, кого мне напоминает? Я в этот Red Dead Redemption заходил от Ubisoft. Знаете, у них там в 2013 Red Dead Redemption был. А, эта игра ведь тоже из 2013-го. Ребята, я думаю, вот этот чел, это прямая отсылка на эту игру. Называется Call of Juarez. Из 2013-го года, Ганцлер-то этот. Можете зачекать видосы, у меня есть на канале. Даже можете на одну превьюшку только посмотреть и понять, что вот этот чел, это отсылочка на эту игру. По-любому. У юбиков в 2013-м году выходил Ганцлер, Red Dead Redemption. Ну, только они эту серию игр назвали не Red Dead Redemption, как Rockstar Games, а, короче, игра про ковбоев. У них там серия целой игр была про ковбоев. Называлась Зов Хуареса, ну или Call of Juarez, но не Call of Duty, вы не подумайте. В принципе, Ubisoft любители делать какой-то кал, но сейчас у них вышел очередной какой-то кал, только с буквы S начинается. Skull! Skull and Bonus! Бонус? Причем тут этот рэпер? Ну ладно. Чего надо нажать? Окей. Окей. Чего там он про четыре пуля? Блин, меня что-то там втирает. Я звуки приглушил, чтобы они меня не перебивали. Ребята, прошу прощения. Ну, как бы да. Просто ностальгируем, просто играем. У меня уже был видос по Black Flag, но он был как бы в 23-м году. Типа вот спустя 10 лет зашли, поностальгировали. Причем, я так и не договорил кое-что. Не просто зашли, поностальгировали, а зашли именно в ту версию, которая у меня была установлена в 13-м году. Не Steam-версия, но версия с диска. Я установил диск из 2013-го года с этой игрой. То есть я даже сходил в магазины ради этого, ради этого мероприятия. Купил себе вещичку, которую один-единственный раз пользовался. Называется внешний DVD-привод. Как-то так, да? DVD-ром-привод. Вот, я даже ради этого видоса купил DVD-привод, который у меня до сих пор валяется. Один раз его использовал. Ну и как бы вот так вот. И, блин, по сути, мы сейчас играем в эту же самую версию с 13-го года. Пиратская. Как бы, ну, блин, какая разница, игра-то про пиратов, ё-моё. И да, кстати, так получилось, что у меня в Стиме куплены все Ассасины, кроме Black Flag. То есть до этого, до Black Flag'а, там, Assassin's Creed 3, Revelations, Brotherhood, вторая часть, первая. У меня все куплены. Но не Black Flag. Давайте сделаю звуки погромче. И сцена. Ну да. К несчастью, сломал их оба. Ага. Выбирайте. Всегда под рукой. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Ни хрена себе. Всегда в сундучке, всегда под рукой. Но бывает как бы. Два клинка. Как положено, да? Как положено. Ребята, надеюсь, мне вообще нормально было слышно, чё-то микрофон далековато стоял. Прошу, в ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Шопор. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. А. Без размах. Быстро и чё. Абат. Абат. Абат, абат. И заходить в Assassin's Creed Black Flag. Из 2013-го. Только вот в 24-м. Как играется? Играем, ностальгируем. Вспоминаем былые времена, молодость. И всё такое. Да ещё и вот сейчас делаем это. Вот именно сейчас. Спустя 10 дней после выхода какого-то Skullin' Бонуса от Ubisoft. То есть ещё одна игра про пиратов, только уже без приставочки Assassin's Creed. Так сказать, по мотивам Black Flag. По мотивам Black Flag, но только тот ужас, который они замутили, это просто что-то с чем-то. Вот уж лучше бы они реально просто копернули ещё один Black Flag. Вот просто всё, что у них есть, взяли и копернули. Как говорится, Ctrl-C, Ctrl-V. Я не знаю, просто персонажа бы заменили. Убрали сюжетную линию, которая хоть как-то касается ассасинов. И просто делали, я не знаю, немножко отсебятина какой-то придумали бы про пиратов. Всё. Да, ну так-то это ещё один Black Flag. Вот уж лучше бы они так сделали. Потому что то, что они сейчас забутили, это такой зашквар. Я вот немножко посмотрел. Это такой зашквар. Там загрузки постоянно плавать нельзя. То есть, ну, в принципе, ладно. Кому интересно, посмотрят разбор от Соника, да, критику. Здравую критику с разбором. И всё такое. В принципе, сейчас не буду рассуждать о том, что лично я сам не застал. То есть, я сам-то, по сути, только один-единственный обзорчик посмотрел. От Соника. Всё. Больше я никакие видосы ни от кого не смотрел. Вот прям только что, кстати, перед заходом. Перед заходом в Black Flag. То есть, я как раз хотел зайти в Black Flag ещё и в 24-м году. Я уже заходил в Assassin's Creed 3. В 23-м и в 24-м. И вот сейчас вот хотел зайти в Black Flag. Получается, я заходил в 23-м. И вот сейчас вот в 24-й как бы наступил, да? Почему бы не зайти ещё и в Black Flag? Тоже. Ещё разочек. Ради ностальгии какой-нибудь. Ради того же контента. Потому что у меня по Black Flag немного контента. Я даже в 23-м году 20 минут только эту игру устанавливал и снимал на видео. Там, свой DVD-ROM. Вот этот DVD-привод, который я приобрёл. Я 20 минут просто вот записывал на видео то, что я вот его приобрёл. Просто рассказывал о том, что, ребят, заходим в Black Flag ради ностальгии. И 20 минут я как бы просто заходил. А из часового видоса я играл непосредственно только минут 40. Так вот. В этом видео надо исправляться. Уже, как видите, по настройкам я не лажу. Как видите, особо долгого вступления нету. Я вот просто зашёл. Мы сразу играем, сразу уже с какой-то миссией. Даже не самой начальной. Это может быть тоже как бы неплохой плюсик, да? То, что это начало игры. Но не самая начальная миссия. То, что вот мы уже тут немножко погрузились в сюжетку. Уже как бы, да. Дункан стырил костюм Ассасина. Вот этого вот. Вернее, это не Дункан. Но чел, у которого мы стреляли этот ассасинский костюм. Его зовут Дункан. И, короче, мы притворяемся Дунканом. И типа как бы знакомимся с губернатором, наверное, да? Губернатор. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты. Едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти всё то, что было обещано мне? О да, сэр. Удалось. Целостности и красосохранности? Это губернатор или нет? Инкриибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но... Нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу. Нам есть что обсудить. Кто там свистит? Я что-то не понял. Ребят, кто смотрел реакции... Реакции мои на друга детства, как вот он играл в Black Flag? Наконец все в сборе. И какое пёстрое общество. Англия, Франция, Испания. Испания, граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры, тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Прошу прощения. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. По имя отца понимания. Приступим же. Короче, я не особо там слушаю, чё они говорят. Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Опа-па. Смотрите. Америка и Европа. Запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь... Грабиум своих же, да? Но это не свои же. То есть я вообще вроде пират на самом деле, я не ассасин. Но я притворяюсь ассасином. А это вообще топлиеры. Какого чёрта мы союзники? Какого чёрта мы тут сотрудничаем с этими мерзавцами? А вот и фиг его знает на самом деле. А, может быть потому, что этот ассасин Дункан... Может быть потому, что он изначально был каким-то недоассасином. То есть он изначально был, возможно, каким-то предателем, да? Предателем Ордена Ассасинов. Ну и по делам ему, раз мы его прикончили, раз именно эта скотина повстречалась нам на нашем пути, мы его грохнули благополучно. И забрали все благочеловечество. Себе. Ну то есть его костюмчик, а задание вот этого губернатора... Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привёз, ассасины перестанут нам докучать. Всё станет ясно завтра, господа. Когда вы встретитесь с мудрецом. А пока... Давайте пить. Вы пьём за любовь. Мы найдём обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут. Духовенство отступит. А сердца мира станут нашими. У Дункана такое выражение лица. На нём прям таки написано. А чё происходит? А чё мы тут делаем? Какого чёрта? Хм, 90%. Чё-то мы тут недовыполнили. Почему, блин, всё на английском, а при этом игра на русском? То есть они как бы говорят на русском, а так-то игра на английском. What the fuck is going on? Как говорится. Ребят, кто смотрел реакцию на моего друга детства? Что за херня? Просто континем, да? Помните, я в 23-м году, то есть пару месяцев назад реагировал на друга детства, который играл в эту игру в 2013-м, и выкладывал видео с прохождением этой игры в 2013-м. То есть этим видео 10 лет, как и игре. Я, короче, реагировал на своего друга, на своего друга детства, смотрел его видосы. Этим видосом уже, то есть моим реакциям на его видео уже 3 месяца где-то. То есть это было где-то в ноябре я вот реагировал на Ромыча, на Ромчик-чика, как вот он играл в Black Flag. И, в принципе, да, я помню вот эти сцены. Я помню даже небольшой юморок от Ромыча в некоторых моментах. По типу, кто там свистит? Такое недопонимание. Шок там, у кого там зубы лишние, кому выебить их? Не знаете что ли, что в помещении свистеть запрещается? Денег не будет, это плохая примета. Вообще-то. Так, мне надо нажать на Е или У, или что? А что это? Почему я быстро бегать не буду? Блин, я опять жму пробел и правую кнопку Мэйши. А надо жать только Shift, прикиньте. Я думаю, че, я все бежать-то не могу. Какой-то вон чел на карте. Че за чел? Давайте мы его поймаем. И вообще, надеюсь, меня нормально слышно, потому что я тут хавчик расположил перед собой. Да, меня по-любому плохо слышно было сейчас. Мало того, что микрофон с самого начала далековато находился, так я еще его как-то боком поставил. Ребят, надеюсь, меня нормально было слышно. Прошу прощения, если было слышно не очень нормально. Стоять! Верни добычу, тварь! Мерзавец! Скотина! Скотобаза! Урод! Кому он там бегите-то говорит? Мы бежим! Изо всех сил! Стой! Оу, еее! Смоук бомбс! Четыре буллотс! То есть, четыре пульки. Так, на нас уже стражники агрятся. Ну что, вот мы и снова в Гаване, ребята. Там, Black Flag на наших мониторах. На вашем экране смартфона и моего монитора. Black Flag Assassin's Creed. В 2024. Ровно 10 дней назад. Вы это видео увидите завтра. То есть, 23 февраля. Ни хрена себе это что-то было. Я с таким грохотом и таким жестким приземлением. Упал на какой-то кустик. Окей. Но для 2013 года так-то. Простительно. То, что там творится в нынешнем Skull Bonus. Это куда гораздо хуже на самом деле. И да, я так и не договорил, ребят. Я думаю, что вот именно сейчас. Самое время, чтобы зайти в Black Flag. Вот именно сейчас, в феврале 23-го. Кстати, да. Поздравляю вас всех с 23 февраля. Точнее, 23 февраля это же праздник. День защитника Отечества. Так что, ребят. Как бы праздник может быть не совсем ваш. То есть, вы вряд ли защитник Отечества. Вряд ли какие-то защитники Отечества будут смотреть мой канал. Правильно? Вот. Вы, возможно, даже в армию еще не ходили. Вам, возможно, 18 лет-то еще нету, да? Хотя в армию, конечно, ходят не 18 лет. А зачастую после техникума. Когда его закончат, да? А заканчивают его, как правило, как правило, к 20 годам где-то. Подождите, к 20, да? Как бы... Да, да. К 20 годам. Ну, кто-то может и к 21. Вот. А у кого-то там не 4 курса, а 3 курса. Поэтому к 19 как бы годам. Заканчивают. Техникум еще бывает. Колледж, техникум. Люди некоторые в институт поступают. Так что, да. У всех, конечно, по-разному. Кто-то вообще там до 30 учится. Бывают и такие индивидуумы, как говорится. Так что, я это все вообще к чему? Вы вряд ли защитник отечества. Но, тем не менее, ребята, с 23 февраля у вас всех. И да. Ровно 10 дней назад вышла новая игра от Ubisoft. Skull & Bonus. Игра про пиратов. В принципе, вы уже наслышаны. Если смотрели это видео от начала и до самого вот этого момента. И до самого вот этого момента. Вы уже поняли, что вышла какая-то там игра. Skull & Bonus называется. Skull & Bonus. Вышла она 13 февраля. У меня днюха была 14. А она вышла 13. И вот спустя как бы 10 дней символично мы заходим в Black Flag. Из 2013. Который, естественно, по всем параметрам лучше, чем нынешний вот этот вот. Call. Плюс бонус. Окей. Сцена. Опа-па. Какой нахер Эдвард? Ты чё, контору падешь? Сумасшедший её. Ему я представился чужим именем. Мудрый. Мно. Свидимся, Боннет. Удачи. Чтоб ты сдох. Вы пунктуальный, Дункан. Сюда. Всю контору падешь. Вот он. Он с таким выражением лица сказал «Удачи». Мы стали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаёшь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сень Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Так. Окей. Follow the Templars. Неужто обсерватория так важна? Си. Син Дуда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Ребята, я прошу прощения за чавкание. Вообще, за то, что я хаваю. Я просто давно не хавал. А время уже 5 вечера. А я должен успеть сегодня сделать видео, которое вы увидите завтра, 23 февраля. Когда я буду на работе. У меня завтра дневная смена. То есть, я с самого утра буду не дома. И до самого позднего вечера. Так что, либо я делаю видео сейчас, вот как есть. По-быстрому. Так, по-быстрому. Видео на завтра делаю. Либо я его не делаю. А я хочу его сделать. Символично. Спустя 10 дней после выхода вот этого кала с бонусом. С бонусом. Причем тут рэпер-бонус? Нормальный рэпер. Не надо примешивать кала от Ubisoft к бонусу. Ну, что за фигня? Ммм, ассасины. Что за херня? Как мне достать пигль? А, вот достал. Пипец. Ну, хоть ассасины тут классические. Смотрите, да, в таком белом костюме. Лаурен Торрес. Зовут этого типа. Лаурена Торрес. Блин, порамазал. Или попал. Смотрите, какие тут ассасины. Охренеть, да? Так. Минус 1. Чел из Зов Хуареса тут ходит, помогает. В принципе, нормально. Бывает. Зов Хуареса. Кто играл, ребят? Как раз в 13-м году там вышел ганцлер от Юбисоф, да? Зов Хуареса ганцлер. И там как раз главный перс, вот он вылит и вот этот тип. Вот этот чел. Так, достаем клинки и херачим. А, нет, уже все. Уже все готово. А, нихрена, они готовы. Так. Гоплин. Отправлюсь в ад. Лысый гоплин. В белом капюшоне. Кто там опять? Что за фигня? Кто сагрился? Я что-то не понял. Ммм. Промах. Ну ладно, мы быстро положили. А что делать-то? Может быть подойти нажать на что-то? Я уже разучился играть в Black Flag и вообще в целом в Assassin's Creed. Честно говоря, постоянно играю в какие-то старые части. Там, в Brotherhood, вторая часть. И после этого захожу в новую какую-то, относительно новую. В новую по сравнению со старыми, в которые я постоянно играю. То да. Непривычно. Это вроде Assassin's Creed. Срабатывает какой-то стереотип, что я как бы профи в Assassin's Creed, да? А нифига я не профи. Я профи в старых частях, потому что постоянно в них играю. А эта часть, она вроде не такая уж и новая, но... Ну вы поняли, в общем. Ни хрена себе. Чё творят? А ну стоять! Свинья! Козлина! О! Только заговорили про свинью. И свинья на пути нам встретилась. Реальная свинья. Реальный хрюндель. Стоп, только что фризануло разок. Но всего лишь разок. Первый один-единственный фриз. Какая-то прогрузка, наверное, была. Не усложняй жизнь нам обоим, друг! Не усложняй жизнь, друг! Дружище! Стоять! А, точно, мы же можем стрельнуть в него. Опа! Промазал! Блин, а как стрельнуть-то, чтобы он автоматом прицелился? Так ведь тоже можно? А, наверное, на кью. Блин, не работает. Офигеть! Вот это мы облажались. А, наверное, просто пистик. Сейчас, короче. Всё организуем, ребята, всё организуем. Мне бы подобраться поближе к этому бандерлогу. А ну стой, мерзавец. Не убежишь. О, лифт весьма кстати. Капец, он ускорился. Так. Пистик я вроде взял. Кью нажимаю. Ни хрена не работает. Буква Е. Ни хрена не работает. Перезарядка! Ну, в итоге он уже решил просто сразиться. О, господи. Ну, что такое? Ты чё, мать, машешь-то? Вернее, ты даже не машешь ни хрена. Чё? Я вообще ни черта не понял. Ранг вэппом. Короче, используйте какое-то, видимо, огнестрельное оружие, чтобы нейтрализовать цель. Дерьмо какое-то. Прыжу. А тебе ловкости не занимать. Ни хрена себе. Давайте вот просто вот сюда сразу побежим. О, опять фризануло. Вот прямо вот в этом же месте как бы. Почти что. А это чё такое? Вау, 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 вау. Дэм. Только нафига это надо было сделать? На здание предлагаю не закарабкиваться. О, чёрт, он сам начал карабкаться. Shift или ещё там Е. Сомнительно. Ну, окей. Окей. Мы почти близко. Мы рядом. Почти его догнали. Чё такое? НПС спавнится прямо на глазах. О, лифт. Нормально. Опять в этом же месте. Всё это не просто так. Так, окей, гайз, окей. Почти что догнали этого. Вонючку. Козлина, стоять. Урод. Блин, да ж... Он ещё не мёртв? А мне вообще чё надо сделать-то? Ау. Избить его надо по-любому. По-любому надо его избить, а не убить. Понял. Отлично. Хорошая работа. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведём его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денёк у нас, господа. Си. Нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезёт. Вернусь к губернаторам. С одобрением нашего дурака-короля. Адьос. Что до вас, сеньор Волпул. Надеюсь, это... Ну, деньжата. Неплохо. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Спасибо за щедрое вознаграждение. Ну и сколько же кэша мы получили? Покажите, сколько мани мне дали. Тысяча эр. Рублей. Как тут эти деньги называются-то? Забыл. Ну, в Assassin's Creed 2, очевидно, это флорентины какие-то, да? Флорины или флорентины? Флорины, флорины. Вот. А здесь я не помню. А, ну в следующей сцене, он по-любому скажет, я помню следующая сцена какая будет. Потому что я реагировал на то, как мой друг Ромыч из детства в 2013 в это играл, а я как бы реагировал в 23, ну вы поняли, я об этом уже говорил. Ну и, короче, я помню эту сцену, сейчас вот сцена с жиртрестом у нас будет. С нашим толстым другом. Как его зовут? Подождите. Боннет, да? Боннет. Стив Боннет. Вот сейчас у нас сцена с этим Боннетом будет. С Кал Боннетом. С новым. А может и не новым. Он вообще-то был уже в 2013. И там-то он будет возмущаться. Вот он, этот корифан. Сейчас Эдвард будет возмущаться. Тысяча рублей. Ну это же вообще ни в какие ворота не лезет. Что можно купить на тысячу в наше то время? Какая жалкая подачка. Жалкая подачка. Тысячи реалов. Реалы. Это что? Всего сотня фунтов. И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? А вы никогда раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми. Какая нелепость. Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит? Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Привантир в Вест Индии. Я не пират. Если что. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Удачи, Дункан. Так, подождите. Нет, мы же ему Эдвардом представились, а не Дунканом. Точно-точно. Стив называет нас Эдвардом. А, не Дунканом. И вообще, он не знает, что мы пираты, как бы, но... Ну, как бы, ладно. Как говорится... Назвался груздем, полезай в короб. Одел костюм Ассасина. Ну что ж. Значит, мы уже и не пират вовсе, а Ассасин. Вжились в роль, так сказать. О, ву, 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 ву. Ребята, ребята, ну что такое. Полегче, полегче. Не набудим шумиху. Не надо паники, да господи. Что такое? Ага, обучение Успокойтесь, молодые люди Не надо лишних телодвижений Без глупостей, я вас прошу Да шо ж такое-то, мать твою Быстрее гасимся Кто такой? Я тебя не звал Да, уж помню, как зырил, как Ромыч тут и бегал И фейлил, очень долго он тут не мог пройти Фризы, сакс Три буллот Мы сейчас, в принципе, вообще по-бырому даже не спалились Добыли ключ, сейчас надо куда-то О, второй фриз Ну нет, суммарно в видосе это третий фриз Суммарно в этом видосе это уже третий фриз Короче Ну вот, мы, в принципе, ключик добыли Пошел нахер Господи Наша задача теперь пробраться незаметно до следующего чека Боя, да господи Какого черта мы тут выходили Только не эту Только не эту Нет О, ну, ребята, погнали нахер Сваливаем Ладно Придется немножко пошуметь Ну ничего страшного, я думаю Да, в принципе О, черт Мерзовец Пошел нахер Блин У меня мало жизней Пароу Стой Как пополнить здоровье Это тебе не Assassin's Creed 2 или Black Flag Или, ой, точнее, или Brotherhood Это чертов Black Flag Здесь здоровье само должно пополняться Но на нифига не пополняться Быстрее нажимаем на Е Не работает Как много этих Бандерлогов Недоразвитых Козлы и свиньи В принципе, да тут есть всех Блин, мне кажется, это не совпадение Козлы и свиньи тут у нас, да? О, мы же только что были в этой локации, да? Убивай его скорее Черт Черт Ладно Прыгаем к козлам и свиньям И быстрее гасимся в сено Вон оно Быстрее Готов Отлично Хорошая работа, Дункан Хорошая работа В принципе, да, мы спалились Но пока что не зафейлили Здоровье осределилось Так что у нас все шансы пройти задание Без Ста попыток Сейчас, в принципе, с первой пройдем Сейчас они окончательно потеряют нас И мы выйдем из сена Неплохо, ребята Весьма неплохо Помню, Ромыч тут на этом моменте застрял Вот буквально весь видос Он тут проходил эту миссию Буквально весь видос Мы, в принципе, с первого раза справились Хоть и тоже спалились, но Все ровно Все путем Так, выходим Проходим дальше Чего он быстро бегать перестал, я что-то не понял Сколько трупов Я помню, здесь будет сейчас ловушка На нас кто-то нападет, по-моему Как я и думал Бастаян Бастардесс Луки Десс, кто это у нас тут? Предатель Меня? Капитан, отвали Джек Воробей? Я мудрец Ты его отпустил Нет, это не я Кстати, очень жаль Отвезти его в порт И в Севилью вместе с Серебряным флотом Лукцис, шет! Я ведь привез вам карты Чем еще надо? Но лишил нас Дункана Уолпула Че, че он сказал? Вера в Дункана Уолпуна Лопнула Он оказался предателем Но на самом деле мы изначально и не были Никаким Дунканом Уолпула Шо такое? Какой позор Право слова Пропащий он человек Каролайн Какое море Он и для суши не скроен Уедет в Вест-Индию А худо будет тебе Отец Отец Пойдем Вставай, родной Чертов скряга Как он ошибается Подать мне человека, паука Но ты там не веришь Ты ясно видишь Большой корабль Гордо заходит в порт И я на мостике Я на мостике А не в мостике Я отныне знатный человек И из моих карманов Градом сыпятся Золотые дублоны Я вижу Я вижу, как стою раком В мостике Или на мостике Стоп Я уже белочку вижу Кажется, в своих глазах Мне кажется, я перепел Где я? Ребята, это походу Какие-то флэшбеки Из памяти, да? Периодически Кто такой? Подождите, как его зовут? Я забыл Мы же вроде играли за него В Крик Свободы Да? Особенно скрыт Крик Свободы Одевал его зовут Вспомнил, да Орайт Где мы? Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль Да, это точно Одевал даже было с лучшим Надо что, оставаться незамеченным? А как нам это удастся? Оу Фризануло Не надо Оу Окей Можно и так Ладно Бунт на корабле Свистать всех вниз Что такое? Надо быть незамеченным Придется с ними разделаться, значит Охренеть Чуть было Не убили Нас Ну, а мы справились Смотрите, на изи всех раскидал Верните мои клинки, мерзавцы И мои катаны Оу Пигаль Эй, бери, что нужно Я мигом Че там? На столе уже никого Ничего нету Так, освобождать Пленных Это та самая миссия Подождите, это та самая миссия, да? На которой Ромыч Два видоса подряд, по-моему, фейлил И в итоге даже забросил прохождение Да, это та самая миссия, ребята Освобождать пленных Окей Уроды, вы напрасились На свою погибель Сейчас, в принципе, всех раскидаем Ну и как бы да, зато узнаем, а что было дальше В этой игре Потому что я вот смотрел реакции Реакции смотрел Нет, я смотрел, как Ромыч играет То есть это были реакции от меня На Ромыча, да? Уже, в принципе, сотый раз об этом сказал Соответственно, в моей памяти Вот немножко свяжен сюжет Как раз вот только до этой миссии Все Что там было дальше, я не знаю Потому что Ромыч забросил прохождение Блэк Флага как раз На этой миссии Как раз на этой миссии А сам я в Блэк Флаг Играл Полностью проходил Но единожды В 2014 И 2013 То есть это как бы было два раза Но единожды в моей жизни 2013 и 2014 год Все В 2013 Когда она вышла Полностью прошел На видео На свой самый первый канал 2013 года Выложил прохождение И второй раз прошел По-моему, уже Как бы вот В 2014 Уже вот на вот этот Так называемый Основной канал Который у меня посвящен Сан-Андреске Но, кстати, я его создал в мае Значит, я где-то Может быть, в июне Значит, 2014 года играл Все-таки В Блэк Флаг Второй раз А может быть и нет Точно не могу сказать У меня такое ощущение Что я все-таки Блэк Флаг два раза перепроходил И второй раз был Все-таки Где-то вот в феврале Или в марте 2014 года Но канал-то у меня создан Но услуга за услугу Поплывете со мной Да за тобой Хоть в пекло, друг Канал-то у меня создан 5 апреля 2014 года Так что, ребята За 10 лет Моя память Уже Мельчайших подробностей Получается, не помнит Лоп Нифига себе Стой, кто идет Смотрите, как легко, да Чуромыч тут тупил часами Вот реально буквально часами Не мог пройти Тут изи-пизи Даже я вот как человек Который не каждый день Играет в Блэк Флаг В принципе, зашел По-бырому Бац-бац-бац Разобрался То есть я обычно Как бы привык В старые части Ассасинскрида играть А это Более новая часть По сравнению С теми, в которые я играю Обычно И, соответственно В нее играть мне непривычно Но, тем не менее Бац-бац-бац Разобрался Налегке Вот взял Да и Даже эту миссию Довольно-таки сложную Я так понял Я так понял Она весьма сложная Да, допустим Для того же Ромыча Из 2013 Ромыч из 2013 Ну, короче Для меня она вот Как видите Достаточно легкая Да и, в принципе Я думаю, что я даже в детстве Не тупил На этом задании А Ромыч Ты же проходняк забросил Надоело Так сказать Уже одно и то же По сто раз перепроходить И все никак Не пройти То есть он Вот тут застрял Конкретно так Нет Ни крена подобного Оп В принципе Вообще нормально Так рашу, да Просто бац-бац-бац Одного Второго Отрубил Третьего Четвертого Налегке Так С клинками Тут лучше не драться Наверное Мечи надо доставать сразу Или нет Ну давайте Лучше мечи Действительно достанем По-моему Он вот С мечами Как-то легче дерется Когда на него Такая банна нападает Это как знаете Это как в Осаченскрит 1 Там тоже вот Механика Боевка вообще В целом Не механика А боевка Механика боев Она таким образом устроена Что с клинков Намного тяжелее Чем с меча Здесь я вот Не знаю Тут рядом Один брик Так он Нас уже Заждался Здесь вот Я ребят Не знаю Так Это что такое Почему подсветка Какая-то Тут Понятно Понятно Так Ну и нам Вот туда Еще куда-то Да Блин Налековато Че неужели Нам придется Плыть А нет Сейчас наверное Надо допаркурить До туда Получается А так вот Нам как раз Вот сюда Центральный корабль То есть мы вообще Получается В отличии от Ромыча Проходим вот Именно так Как разработчики И задумывали Потому что Ромыч по-моему Он прям С одного корабля Доплывал До другого Очень долгое время То есть Какими-то Странными маршрутами Короче Передвигался Странными маршрутами Передвигался Постоянно На каждый корабль Закарабкивался Ну и короче Это действительно Такой ужас Если посмотреть Как он проходил Но кстати Хочу сказать Что на дворе 24-й год Февраль месяц 22-ое число Но вы смотрите 23-го А его канал До сих пор существует Я думаю Я думаю Что его Где-то В 24-м году Уже все равно Удалят Потому что Если вы смотрели Реакции Вы знаете Почему я вдруг Ни с того Ни с сего Решил отреагировать На Ромыча С чего бы это вдруг Столько лет прошло Я вот только сейчас Аккаунты То есть никаких просмотров У тебя нету То есть ты никого Ничего не смотришь История просмотров Ноль Там ничего не лайкаешь И так далее То есть вообще Аккаунтом не пользуешься Ютуб это видит Что аккаунт не активный Что ты даже не там Не заходишь на него Совершенно Что последний заход Был там С такого-то устройства Столько-то лет назад Ну и короче Он выпилит твой канал Рано или поздно А канал моего друга Вот этот вот Из 2013 Да Как бы он с 13-го года Не активен Вообще-то да С 13-го года Вот уже 10 лет Этот аккаунт Аккаунт моего друга Друга детства Он не активен И типа да Прямо сейчас он еще жив Я думаю что все-таки По новым правилам Его сразу выпилит Этот канал Но нет Он еще жив Но Это все равно До поры до времени То есть рано или поздно Аккаунт Моего друга детства Все-таки По-любому исчезнет С ютуба Поэтому я рад Что отреагировал на него Кстати я до сих пор Не выложил полностью Все реакции Как присесть Аси приседать нельзя В этой игре Ну нам оно и не пригодилось Это приседание Короче я вот Отреагировал на все его видосы В том числе по Black Ops Black Ops от Ромчика Обзорчики от Ромчика На Black Ops Или Black Ops Ну его понимаем Но я до сих пор Не до конца Их все смонтировал У меня до сих пор На компе полно материала То есть еще буквально Три реакции Как вот я смотрю Ромача часами И эти реакции Фиг его знает Когда смонтирую Наверное Во время отпуска Все-таки руки дойдут Посмотрим А отпуск у меня Через месяц Ну что Последние пленники Нам вообще-то Надо всего четверо Освободить А их тут целых Сколько? Три Три Еще двое Восемь Надо было сразу сюда бежать Идем на полу Готовься Готовьтесь к неприятностям Ребята Будет жарко Так Килл за Кэптан Хэй йоу Кэптэн Джек Хэй йоу Кэптэн Джек Как там поется в песне? Хэй йоу Кэптэн Джек Ну ладно Песню сейчас Мотивчик этой песни Я сейчас напеть не смогу Но была такая песня Кэптэн Джек Прикольная Кэптэн Джек Кэптэн Джек Воробей С дороги Грязные овцы И ублюдки Оп Хопа-па Отдыхай парнишка Опа Пнули по яйцам Этому капитану Готово Одну минуточку Пуха где-то тут была Видел, не? Показалось? А меч можно кинуть? Вот как топор он обычно кидает Нельзя походу Ладно, вырубаем И угоняем корабль Свистать всех наверх Недоноски за дело, за работу Если хотите жить Вы поднимайте якорь Вы к фок мачте Вы к грот мачте Обгоним этот ураган Обгоним этих дураков Следи за галеонами Чтобы без сюрпризов Вряд ли Слишком медлительно Так, чё придётся Забо Подождите Шифт, да? Оп Пли Пли Орайд Неплохо Неплохо Ребята Держим Держим строй Кто там стреляет? Я чё-то не понял Двари Дерьмо Пороша Раша Вижу противников Чё такое? Ещё всё равно не понимаю На буржуйском всё Достали Пробойна есть Положили этих негодяев Ух, блин Получается, что есть люди Которые реально любят Блэк Флаг Вот за вот это За то, что тут можно Поплавать на кораблях И постреляться Как говорится Не было бы Спроса Не было бы предложений Раз вот юбики Замутили какой-то Скалланд бонус Я так понял Они его замутили Только за счёт Успеха Блэк Флага А успех Блэк Флага Вообще Я так понимаю В свои годы Да Так сказать Пик, возможно Успеха Успеха Это, возможно Самая успешная Часть Ассасина По продажам Самая успешная Да, то есть Самая продаваемая Как раз за счёт того, что За счёт раскрутки серии То есть Сама серия Она набирала В те времена Большие обороты По популярности Да, по известности То есть С каждым годом Новый Ассасин И людям каждый раз Интересно Что же на этот раз Вот даже я полюбил Ассасинов Со второй части И мне было интересно Что будет в Бразерхуд В Револейшнс Блин, мы попали в шторм Нас засасывает Я пытаюсь повернуть налево Он не поворачивает Вот это нас занесло Попали в какую-то воронку Короче Я так и сбился С смысла Я не договорил Не было бы спроса Не было бы предложений То есть людям реально Есть люди, которым реально Тот же Black Flag Больше всех нравится Как раз за счёт Вот этих кораблей Пиратства вот этого Да За счёт того, что Тут можно поплавать Постреляться На кораблях Такие морские бои Устроить, да Точняк Если задуматься Раньше даже были такие игры Морской бой И всё такое То есть, в принципе Вот этот жанр Он, так сказать Имеет Спрос и интерес О, чёрт Очередная воронка Надо держаться подальше А это что там Подождите, смотрите Что это? Что-то любопытное Но не для меня Я предлагаю просто Плыть дальше На следующий чекпоинт Нам сейчас Не до вот этих вот сокровищ Не до жира Быть бы живым Как говорится Не до жира Быть бы живым Пройти бы миску И узнать, что же дальше Освежив память Об этой игре Это по-любому Просто какая-то Заброшка с сокровищами Не знаю Ох, как же я устал уже Быть капитаном Не так-то просто Где моя треуголка Мать её Кто её стырил Это баги Или это гром Это гроза Наверное Видит бог Едва вырвались Из пасти Нептуна И не говори Спасибо, что помог мне Адывали Мы тебя знаем, парень Адывали? Бывал ты на САУ, Адывали? Ещё нет Да, ну и потрепало его Не то слово Парень Не то слово Все на ют, парни Плывём домой И эпическая музыка Ребята Миссия complete Кул Что ж, next Сейвинг Я уже решила Пусть будет Галкой В честь ловкой птицы Из моего детства В Суонсе Ловкая птица Скажи, тебя задело Что я взял Брик себе? Приставайся К такому обращению Со стороны тех У кого светлые Лица Верно Тебя бы мало Кто признал Как капитана Так какая должность Загладит мою Неловкость? Буду Квартермейстером Не меньше Не вопрос Парень Приятен А найдётся ли У квартирмейстера Совет Для его капитана Стоит высадиться Перед носау Набрать воды Сходить на охоту Что ж, резонно На чёрный день Набрать воды На чёрный день Будем искать Спокойное место Кто смотрит Канал на ютубе Кадролик называется Если удастся Смастерю вторую кобуру Неплохо Что здесь смешного Может поговорим О состоянии корабля Проблемы? Я прошёлся По батарейной палубе И был поражён Зрелищем Фитильные пальники В куче И один из них Всё ещё тлеет Чёрт И здесь же рядом Две бочки с порохом Стоят бок о бок Одной искры Хватит Чтобы взорвались Мы их убьём И дальше Что до пушек Их счета и нет вообще Жерла нужно прочищать Они забиты ржавчиной Банники Похожи на острые ножи А канаты Насквозь прогнили Если кратко Нам нужно снаряжение Хорошее Бой не выиграть Насмешками и криками Так что о своём оружии Надо, конечно, беспокоиться Да уж, началась Утомительная часть Геймплея Assassin's Creed Black Flag Хотя Кому-то Это, конечно, по душе То, что началось Вот эти плавания на корабле Под Песни пиратов На иностранном языке Но не знаю Сомнительно Нереально это не заходит Вот честно Но кому-то Вот это реально нравится Sail to Abaco, Island Abaco, Island Называется Остров Abaco Так и веет 2013 Оу-оу-оу Минуточку 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 Впереди Авралы Авраги Верхушка Айсберга Так сказать Как бы не напороться на неё Но это не совсем айсберг Это Песочный айсберг Так сказать Впереди суша Микросуша Здесь наш корабль не проплывёт Он застрянет Так что приходится оплывать Мелководие впереди Давайте мы его обойдём Вот так вот Отвлекаться не будем На эти мелкие островочки Хоть там на карте Вон какой-то Сундук Сокровищами Ну какие-то приколюхи Там есть Не просто так Этот остров здесь сделан Вот этот Микроматерик Понятно дело Что какие-то прикольчики Там будут Но нам они Вот сейчас вообще Не нужны Потому что у нас Всего час Который кстати Иссякает Ребят Больше часа Играть я не буду Уж извините меня Блэк флаг Он того не очень-то стоит Наверное Не знаю Я уже высказывал Своё мнение О блэк флаге Не раз То что в принципе Блэк флаг Я Не очень-то люблю Как часть О Смотрите Человек за бортом То есть это Пополнение в команду Да Опа Чё такое Приготовились К чему А чё я нажал Пробел А чё произошло Почему Чё-то он там Крикнул Приготовились И как понеслись И камера даже отдалилась Чё такое Противники А как камеру вернуть А А Это возможно Я чё-то не знал В том же Оу Возможно я просто Неправильно проходил Эту игру В том же 13-м году И в 14-м Возможно я чё-то Просто забыл Может быть правильно проходил Но я сейчас так Отдалил камеру И корабль Прям аж ускорился Это возможно Как раз для тех Кто не любит Вот эти плавания На кораблях Возможно я их и не полюбил Потому что Очень долго И утомительно Но просто потому что Я не умею играть А на самом деле Не так-то уж и долго И не так-то уж Утомительно Возможно Оу Далековато мы тут Приплыли Надо поближе к суше Наверное Да Поближе к суше Поехали Поплыли вернее сказать Поближе к суше Ну вот Так Ну всё Неправильно я спрыгнул Там вот канат был Ребят Вы идёте Или как Или что Я сам должен Одиночку всё делать А чё за противники Такие тут Они сейчас на нас нападут Парни-то выходят Без капитана Сможете отбиться Чё такое Одну минуточку А вообще Куда я бегу-то Чекпоинт Чё-то исчез Эй Верните мою субмарину Куда она поплыла Я не понимаю Мне туда или куда А ну вот какой-то тигр Наверное Мне тигра завалить надо Стой Гавынёк Я попал Почему написано Что не попал Аккуратней Аккуратней Окей Скип А я понял Что это за То есть Мне надо убить Одного тигра И ещё кого-то И ещё одного тигра Двух тигров суммарно И ещё кого-то Надо убить Так А чё это за прикол Как Как запрыгнуть на дерево Я хотел сейчас Запрыгнуть на дерево Типа чтобы он его Обхватил Двумя руками И двумя ногами И наверх пополз Ну блин Ну В Ассаджинскрит Конечно можно паркурить Но не так же Как я себе Это только что представил Это в лего Это в лего Пиратах Там так Да Мы играем за лего Человечка И он действительно Так паркурит На Пальму На пальму То есть Как раз просто Мы играем Вроде в каких-то пиратов На каком-то острове Какие-то тут пальмы Да Типа я и подумал Что как бы Блин Почему меня Память моя Так обманывает То есть С чего я вдруг Решил Что так можно А вот с чего Я просто до этого Играл раньше В лего пиратов То есть игра про пиратов Тоже на острове Как бы Такая же атмосфера Вообще все то же самое Да И там чтобы Закарабкаться на пальму Ты должен к ней подойти Нажать пробел И твой лего человечек Он на нее зацепится Он на нее напрыгнет Запрыгнет вернее Он на нее запрыгнет И как бы Понеслась Пошла жара короче Понеслась моча по трубам Как говорится Так И я вот А ну понял Все ладно Разобрался Предлагаю короче Синхронизировать местность Вот наверное Вот этих ящериц Надо убить Просто кроме Этих тигров И ящериц Я больше никого тут не вижу Вон какие-то Это даже не ящеры Наверное Это это А я не знаю Кто это такие Забыл как он называется Написано Игуанес Какой-то Ну короче да О мистер крабс Значит где-то неподалеку Здесь бекили ботом Губка бопа Квадратные штаны Ну и Красти крабс Смотрите Отсюда видно Какой-то город Так А здесь я нашел Какие-то сокровища Вот это да Чего там Кажется сокровищ Серьезно Любопытно Любопытно Вот там какая-то Бутылочка Так Где она Минуточку А вот она Вот Интерактив Что-то там Еще одни сокровища Оставлю себя Какое-то письмо На иностранном Ничего не разобрать На выход Это что у нас тут такое Мм Любопытно Конечно Но вообще-то нам Как бы Надо вернуться назад Потому что мы не закончили Чего он там опять крикнул Человек за бортом Мы не закончили С охотой на зверушек То есть наша задача Еще одного Игуаноса Поймать Тогда можно Остров покидать Это даже в рифме Но интересная штучка Я думал что придется Самостоятельно Доплывать до этого корабля Который кстати Куда-то уплыл Без капитана Но нет Вот есть такой телепорт Некий Это хорошо Вот это что за вражина Тут плавает Я понять не могу Так Охота на чаек Нам не нужна Да Не нужна Опа Варан наверное Это да Так называемый Варан Ну хрен узнаю Короче для каких-то Крафтов Не крафтов Че это такое Все на английском Блин даже выйти не могу Че мне Че-то купить надо Или че-то сделать То есть вот я выхожу Меня обратно закидывают сюда Зачем? Крафтинг То есть я должен из этого Сумочку сделать Окей То есть апгрейдил Че-то да При помощи Этой шкурки Окей Так Возвращаемся на корабль Следующая миссия У нас где-то там Блин опять Че-то фризануло Немножко Ну прогрузка Какая-то была Надо поговорить Содевали Эй капитан Все нашел Моим исканием Нет предела Друг Но я смастерил Себе кабуру Теперь мне нужен Для нее пистолет Вот Из трюма Как ты и сказал Чуть больше трубки Но сойдет Ну Мы отдохнули Или же постоим еще Поднимем якорь Команде не терпится Попасть в цивилизацию В Носау Нет цивилизации Зато там Можно повеселиться Носау Миссия выполнена Отлично Хорошо Ну и наша задача Отправляться На какую-то Следующую миссию Но ребят На этом Думаю Что стоит Закончить На нас по-моему Напала вражина Нам надо Сматываться В Носау Мы держим Свой путь В Носау По-любому Ну На самом деле Я вижу Что мы Направляемся В какой-то Вон тот Вот городок Давайте мы Сейчас до него Доплывем Посмотрим сцену И кодовое слово Наверное будет Путь В Носау Так и напишите Если досмотрели до конца А это действительно Уже практически Конец видео Носау Телепорт Давайте Че мы В Носау Носау Септембрь 1715 год Ууу Черная борода Что я арестован Ну скажи Твои братья Давай Беги Псина Беги Хозяйного Да Мы все были Приватирами Пока шла война До встречи Так Так Носау Вау Прикольно Мы в Носау Проспойлерили нам Очередного персонажа Называется Черная борода По-любому Че давайте посмотрим Сцену следующую Если по-любому Сейчас будет еще Какая-то сцена А так на этом Думаю что все Вот мы и в Носау Сейчас будет по-любому Какая-нибудь сцена Как раз с черной Бородой По-любому Поглазеем на нее И все И на этом точно все Или нет Че сейчас будет Клянусь Богом Вот славная встреча Клянусь Бородой Святой Анны Привет О, Кенуэй А это кто? Адэ Валя Квартирмейстер Галки Галка? Ха-ха-ха Ты что Назвал свой брик В честь дурацкой птицы? Адэ Это лучшие люди Здешней конфедерации Эд Тэч Бен Хорниголд Джеймс Кид А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен Адэ спас мне жизнь Мы ищем людей Нам не достает команды Ну, тут хватает Ловких молодцов Но осторожней Недели две назад Сюда пришел Королевский флот Расхаживают здесь Будто хозяева Ясно Посмотрим, что выйдет У этого чела голос Как у этого То есть это один актер дубляжа Просто он немножко говорит Разными Интонациями Скажем так Но актеры дубляжа Тот же самый Короче Наш союзник Стив Боннет Вот этот вот толстячок И вот этот парнишка Рядом с черной бородой стоял Их озвучивает один и тот же человек Просто меняет голос Так сказать Но я слышу, что это один и тот же человек Я даже знаю, как он выглядит Смотрел с ним небольшое интервью На ютубчике Вот Ну, то есть я постоянно смотрю Какие-то интервью С разными актерами дубляжей Так что Многих я уже знаю Даже знаю, как зовут Либо знаю, как выглядит То есть я слышу Чей-то голос Я не помню, как зовут этого актера Но я даже знаю, как он выглядит Типа так вот Ну, как-то Ну, вы поняли Вот Ну и да Я узнал голос этого Чела Вот он, кстати, стоит О котором сейчас идет речь У него голос такой же, как у Стив Бонета Просто Стив Бонет Он говорит Такими, как бы Позитивными Эмоциями Энтонациями А этот чувак Вот ворчит Такой Ну, вы поняли То есть вот это ворчун А Стив Бонет Типа на позитивчике А так-то актер дубляжа Тот же самый Ну что, ребят Всем пока Увидимся Это был На связи Зак И игрушка Скал энд бонес 2013 Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok